В ночную субботу российские силы вновь обстреляли Украину. В Одессе по меньшей мере погибли три человека, более 20 получили ранения. Мужчине, напавшему на детей во французской Манси, предъявлено обвинение в покушении на убийство. Президент Макрон посетил место в трагедии. Дональду Трампу предъявлено 37 обвинений. Утверждается, что экс-президент США завладел ядерными секретами и хранил дома конфиденциальные документы. Спустя 40 дней после крушения легкомоторного самолета «Сесна» в джунглях Амазонки нашли живыми четырех детей. В ночь на субботу по Украине под одном ВСУ российскими силами было выпущено 8 ракет разных типов и 35 ударных дронов иранского производства. Под обстрел попали Одесская, Николаевская и Полтавская области. В Одессе погибли по меньшей мере три человека, 26 ранены. Как сообщается, повреждено не менее четырех высотных жилых домов. Вдруг посыпалась на меня штукатурка, какие-то мусор. Что-то не пойму. Я открываю глаза. Дым! Ситуация на Запорожской, несмотря на разрушение Каховской, ГЭС контролируемая. Об этом заявила Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом». Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в Украине идут контрнаступательные и оборонительные действия. Об этом он сказал во время пресс-конференции с приехавшим в Киев премьером Канады Джастином Трюдом. Трюдо заявил о выделении военной помощи Киеву в размере 375 миллионов долларов. Во Франции предъявлены обвинения мужчине, подозреваемого в нанесении ножевых ранений четырем маленьким детям и двум взрослым в городе Анси. Речь идет о 31-летнем сирийском беженце, постоянно проживающем в Швеции. Его имя не разглашается. Трагедия разыгралась в пятницу утром на детской площадке у озера. Мотивы нападения неясны. По словам прокурора жизни пострадавших, а среди них граждане Франции и Великобритании, Нидерландов и Португалии не грозит опасность. Президент Франции Макрон с супругой посетил Анси и больницу в Гренобле, где находятся раненые. Экс-президенту США Дональду Трампу грозит 37 обвинений в связи с хранением сотен секретных документов после того, как он покинул Белый дом. Как указано в 49-страничном федеральном обвинительном заключении, речь идет о сокрытии информации и документов, а также о заговоре с целью воспрепятствования, правосудию и лжесвидетельстве. Власти США обнаружили более 300 секретных документов в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Специальный советник Министерства юстиции заявил, что законы, защищающие информацию о национальной обороне, имеют решающее значение и должны соблюдаться. Дональд Трамп, ставший первым бывшим президентом в истории США, которому предъявлены федеральные обвинения, какие-либо правонарушения со своей стороны отрицает. Спустя 40 дней после крушения легкомоторного самолета Cessna в джунглях Амазонки нашли живыми четырех детей. Об этом сообщили колумбийские военные, которые опубликовали в соцсетях фото спасенных, самому старшему из которых 13 лет, самому младшему 11 месяцев. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что это радостный день для всей страны. Состояние здоровья спасенных не вызывает больших опасений. У них отмечено обезвоживание организма и укусы насекомых. Катастрофа произошла 1 мая из-за отказа двигателя. Всего в самолете находились 7 человек. Мать спасенных детей, пилот и еще один взрослый пассажир погибли.